Добрый день всем любителям Д'Артс! Добро пожаловать на канал Дяди Сэма! Наконец-то, 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 дорогие друзья! Мы дождались того самого момента, когда единственный турнир в году, турнир пятый элемент, будет таки завершен последним финальным матчем. Матчем, по итогам которого весь призовой фон достанется одному из этих двух джентльменов, уважаемых. Это Сергей Одеров на ваших экранах будет сегодня в первом своем финале среди турниров НДЛ бороться за этот денежный приз со своим конкурентом и одновременно напарником по команде и в своих парах. Это Эдуард Щекалев. Господа пожимают друг другу руки перед началом матча и начало будет у Щекалева Эдуарда, потому что он выбил основного претендента на сегодняшний вечер на этот титул. Это был Алексей Кощеев в полуфинале, как увидели по небольшой статистике, приведенной на ваших экранах. Ну что, у нас суть турнира заключается, вернее суть данного игрового вечера заключается в том, что каждый лэг это отдельное упражнение и соответственно игроки начинают с упражнения Сектор 20. Кто больше раз попадает по истечении 10 подходов, тот и побеждает в этом лэге. Отлично распечатал 20 Эдуард, сразу 5 попаданий, не смог повторить его успех. Его напарник, его тиммейт, так сказать, по команде тоже напарник. У них достаточно уже долгая, продолжительная, совместная игровая практика. У Эдуарда и Сергея выступали они уже и на чемпионате области, и на Уральском федеральном округе. Вот теперь свела их судьба в поединке между собой. Четверку отбивает Сергей после второго подхода и счет у нас равный. В принципе, потому они образовали и команду, и пару, что игроки вроде бы как подходят друг к другу. И финал тому дополнительное подтверждение. Забавно, что именно этот финал оказался первым в крупном турнире и для Сергея, и для Эдуарда. Оба дебютанты, да еще на получение такого относительно высокого денежного приза. В НДЛ не каждый раз разыгрывается 5000 рублей для одного из игроков. Поэтому достаточно любопытно понаблюдать за действиями обоих игроков. Насколько себя хладнокровно покажут оба снайпера. Ну что, очередной подход догонит Сергей. Стабильно держит 20-й сектор. У него, как у Сергея Озерова, в отличие от Александра, нет определенно ярко выраженных любимых секторов. Александр же все-таки один из лидеров НДЛ, предпочитает больше бросать по верху в мишени, нежели по низу. Были даже определенные неудачи с 19-м сектором связаны у Александра. Но все-таки сейчас играет его отец. И очередные два попадания фиксируют с 20-м сектором. Небольшое отставание появилось у Сергея. А у Эдуарда, естественно, появилось небольшое преимущество. И в таких упражнениях даже преимущество в один дротик иногда может иметь решающее значение. И довольно-таки внушительный перевес при подсчете окончательных очков. Плюс 4. Уже разница. Обязательно нужно теперь, как минимум, утроение попадать Сергею. Не получается. И уже отставание минус 2. Хочет ли догнать? Вот это пошло уже что такое. Сразу в молоко первый дротик улетает у Эдуарда. Неужели пошел мандраж у игрока? Как я уже сказал, первый раз играют в крупном финале оба снайпера. Поэтому, как себя покажут, довольно-таки интересно. И вот Сергей проявляет исключительное хладнокровие на седьмом подходе к рубежу. И уже плюс 1, вернее, минус 2 превратились в плюс 1. А Эдуард по-прежнему не может стабильно держать сектор. Небольшое присутствие зрителей отвлекает игроков. Что, в принципе, не есть хорошо, как мне все-таки кажется. Когда игроков отвлекают на мишени и на рубеже, вряд ли они смогут показать свои лучшие снайперские качества. Но посмотрим все-таки. Может быть, для кого-то наоборот это будет небольшим сбросом напряжения отвлечения на зрителей. Эдуард по-прежнему всего лишь стабильно снимает 2 попадания с сектора. И счет равный. А у Сергея есть даже дополнительный подход. Просто держать сектор сейчас, в принципе, достаточно. Чуть-чуть смазал третьим дротиком Сергей. В принципе, неплохой задел, чтобы выиграть этот первый лэг. И сделать отличное начало для своего второго лэга. Потому что он будет именно там начинать. А это создать определенный психологический барьер для своего соперника. Плюс 2. И как раз-таки с результатом плюс 1 Сергей одерживает победу. Не на своем начале. В первом лэге остается 2 лэга, чтобы выиграть Сергею. И обеспечить себе первую победу в крупном турнире. Я напомню, что этот турнир называется «Пятый элемент». Уже третий раз играется в Лиге НДЛ этот замечательный турнир. Единственный турнир в году, в котором весь призовой фонд достается победителю. Вот такая вот у нас небольшое разнообразие. Мы вносим в репертуар среди своих соревнований. И достаточно хорошо, успешно зарекомендовал себе этот турнир. Довольно-таки внушительное количество участников. Каждый год участвует именно в этом соревновании. Второй лэг у нас начался, дорогие друзья. И в этот лэге упражнение у нас набор очков. Теперь уже даже несмотря на промахи в 20 сектор. Даже одно очко будет тоже в копилочку. К обоим игрокам. И вот уже Сергей один раз промазал. Всего лишь 100-1. После двух подходов. Тоже в молоко улетает второй дротик. Неожиданно довольно-таки действуют иногда игроки. Что Эдуард, что Сергей оба продемонстрировали нам такой не самый ходовой, так сказать, бросок. Когда улетает прямо в молоко. Мне кажется, все-таки это исключительная редкость среди игроков топ-уровня. На Уральской Дарс-Лиге. Коим на данный момент уже можно отнести облоих этих снайперов. Ну что, Эдуард сможет ли сделать ответный брейк своему напарнику? Нет, не получается. 41. Но тем не менее, все равно преимущество есть небольшое. Начинался этот игровой вечер у нас с 1-8 финала. Где играли 16 лучших игроков по рейтингу. Рейтинг формировался на протяжении 5 отборочных турниров. И каждый турнир тоже представлял собой, соответственно, отдельные упражнения. Отличный подход демонстрирует нам Щеколев. Сотня после очередного подхода. Не бог весть какой урожай. Но тем не менее, после именно этого подхода Озеров решает опуститься вниз мишеней. Но там тоже не сулит ему ничего хорошего. Всего лишь 46 после очередного подхода. Прошу прощения. 45. Обсчитался. 46 было в предыдущем, конечно же. Еще 80 снимает Щеколев. Посмотрите, резко, так сказать, включил форсаж. Весьма сейчас неприятно. Наверняка испытывает ощущение Озеров Сергеев. Все это хорошо шло как по маслу. И вдруг неожиданно соперник резко начал вырываться вперед. Еще одно утроение Щеколева мы с вами наблюдаем. Фантастика просто, как технично начал действовать Эдуард. Завидную просто стабильность по 20-ке. Сейчас демонстрирует Щеколев нам. Что там такое было Озеро Сергеев. Поменял свои дротики. Среди болельщиков его как раз сын Александр активно показывает, куда нужно бросать. Возможно, именно это помогло хоть как-то справиться с 20-м сектором. Три дротика оказались именно там, но, к сожалению, без утроения. Но, видимо, все-таки бензин закончился у Щеколева. Наконец-то он демонстрирует нам два попадания в сектор единицу. Очень хорошо сбавил обороты. Дает небольшие шансы для Озеро Сергея. Вот он и воспользовался Сергей как раз-таки оплошностью Эдуарда. Резко начинает сокращать разрыв. Вот главное сейчас не дать промашку. Достаточно, в принципе, просто удержать сектор. Но не получается вторым дротиком. 45 и то хлеб при таких раскладах. Отставание довольно-таки внушительное. Как минимум сотня нужна Сергею. Не получается. Еще утроение. Все. Крайне неудачный подход нам демонстрирует Озеро Сергея. И досрочную победу во втором лаге одерживает Эдуард Щеколев. И сравнивает счет в этом матче. Уже после сразу второго лага завязывается у нас интрига. И третий лаг, как демонстрирует нам судья на сегодняшней мишени. А это Карелин Сергей. Именно с ним расправился у нас Эдуард. После того, как сперва выбил основного фаворита турнира. Это Кащеева Алексея. Счет 1-1. Теперь участникам предстоит сражаться в упражнении. Большой раунд. С первого по десятый сектор. Именно десятым сектором ограниченного у нас упражнения в Новоорольской Дарс-Лиге. Как я уже упоминал в предыдущих репортажах. Это связано с ограничением пребывания времени в клубе. Но даже этой дистанции хватит игрокам, чтобы понять, кто же из них сильнее. Ко второму сектору переходят эти джентльмены. И Эдуард нам демонстрирует попадание в утроение второго сектора. Восемь очков снимает с мишеней. Озеров продолжает тоже активно атаковать. Не сдается ни капли слабины перед своим напарником. Еще раз. Относительно медленно подходит к мишеней. Наслаждается тем, что попадает в утроение. Эдуард снова не промахивается мимо утроения трех. Четыре попадания после очередного подхода. 12 очков. В принципе, здесь не просто попадание считается. Именно, да, действительно важно, какой набор демонстрирует тот или иной игрок после очередного подхода. А вот у Озерова не заладилось. Наконец-то утроение тройки. Но, тем не менее, разница всего в одно очко. Даже любое попадание или любой промах мимо очередного сектора может радикально изменить картину происходящего на наших глазах. И Щеколев промахивается мимо четверки. Хороший шанс для Озерова догнать и перегнать. Просто стабильно удержать сектор не получается. Зато третьим кладет в утроение. Вот такая вот у нас интересная картина. Сразу плюс семь, как я уже говорил. Достаточно одного промаха и одного удачливого попадания в утроение. И сейчас же нам это демонстрирует Щеколев Эдуард. Только что он был в отстающих. И махом же переместился с большим отрем над своим конкурентом. Ну что, будет утроение у Озерова Сергея? Нет, не получается. Стабильно держит сектор. Тем не менее, отставание уже после очередного подхода. Минус три. Переходим плавно к шестому сектору. Интрига усиливается. Каждый дротик на счету. Одно утрое не есть. И второе демонстрирует. Вот такой вот гвоздь, как будто в крышку гроба вколачивает Эдуард нам. Символически показывает. Но насколько крепко вбит это. Походу, не так уж крепко. Ах, чуть-чуть. Прямо с утроением кладет в Озеров Сергей. Действительно, отличная игра. Лайк, если нравится это видео. Демонстрирует нам Сергей. Переходим к семерке. Еще утроение от Щекалева. Еще одно фантастико. Два раза подряд по семь попаданий демонстрирует нам Эдуард. Что творят канадцы. Вот это да. Фантастика просто. Одно удовольствие наблюдать за таким матчем. Аккуратно под проволочку кладет Сергей. Но, тем не менее, одно попадание есть. Кто-то под бросок, что ли, начинает ему говорить. Действительно, не очень хорошо себя в этом плане ведут зрители. Тем не менее, уточняет у судьи. Вернее, судья уточняет окончательный набор продемонстрированным Озеровым Сергеем. Но все равно отставание довольно-таки уже внушительное. Снова утроение от Щекалева Эдуарда. Он вообще когда-нибудь будет сегодня промахиваться в большой раунд или нет? Еще плюс 40. Ну, сейчас довольно-таки уже ощутимый перевес. Нужно просто уже 9 попаданий, что ли, демонстрировать Озерову, чтобы догнать своего напарника по команде. Да и просто напарника, когда они играют в парных турнирах. Отличный, сильный состав. В перспективе будет еще одна крепкая пара Новоуральской Дартс-лиги. И это очень хорошо, когда обостряется конкуренция. Каждому игроку, встречающимся с этими игроками, придется выкладываться по полной. Раз дабл. Демонстрирует нам Озеров Сергей. И два дабл. Решил по даблам играть, раз не получается с утроением. Вот такая вот у нас интересная картина. Рисуют оба нам игрока. Ну что, 10 сектор последний. Отставание более 40 очков. Достаточно просто удержать Эдуарду сектор. И фактически дело сделано. Так и есть, 3 попадания. И сразу же, ну что, 7, даже 7 попаданий не спасут Озерова Сергея. И опять досрочная победа Щеколева Эдуарда. Раз утроение есть, третий, к сожалению, не попадает. Но все равно, даже 7 попаданий, как я уже сказал, не помогли бы, скорее всего, Озерову Сергею. Четвертый лэг у нас, дорогие друзья. И теперь каждый лэг может стать последним. Как проявит себя Озеров Сергей? Под таким психологическим давлением, когда от любой ошибки может закончиться не только очередной лэг, но и весь матч, а, соответственно, весь призовой фонд может утечь. И, скорее всего, утечет, если матч будет проигран своему напарнику по команде. И, наверное, довольно-таки долго готовится Сергей к очередному подходу. Действительно, ставки, как никогда, высоки. Самый последний матч турнира. Именно сейчас может определиться, кому же уйдет весь призовой фонд турнира «Пятый элемент». Начинают они, как вы видите, с 19-го сектора. И именно этим же 19-м сектором и закончат оба игрока, потому что упражнение, естественно, сектор 19. Я уже три раза повторил это в течение полуминуты. Утроение демонстрирует нам Щекалев Эдуард. Отлично подготовился как технически, так и психологически. То, что он выбил таких сильнейших конкурентов, как Кащеев и Карелин, о многом говорит. Но Сергей Озеров нам демонстрировал тоже незаурядную стабильность по ходу всех отборов пяти. Потому что именно он был третьим номером в рейтинге. И вполне закономерно оказался в финальной матче финального же турнира «Пятый элемент». Ну вот таки, наконец-то, демонстрирует нам утроение Сергей. Плюс четыре. И есть небольшое преимущество. Но у Щекалева, конечно же, будет один дополнительный подход в запасе. А это как минимум три дротика на то, чтобы не только обогнать, но и перегнать. Два попадания. Не так уж много, но не так уж и мало. Потому что перевес-то обеспечен уже плюс одно. Как и в игре Сектор 20, достаточно всего лишь одного дротика, чтобы не только выиграть лэг, но и весь матч. Сравнивает Озеров счет. И у нас все меньше и меньше подходов остается до конца этого матча. Кто же из обоих напарников сможет пересилить своего оппонента? Уже, мне кажется, все-таки идет игра не на технику. Она больше психологическая борьба. Как бы не сгореть в этом пламени финала. Уже отставание после очередного подхода. А у Щекалева еще дополнительный подход. И сразу же первым дротиком в утроение. Но что будет? Семь попаданий от Щекалева. Есть! Семь попаданий от Щекалева Эдуардов. Уже который раз он и в большом раунде демонстрировал нам семь. И сейчас в секторе демонстрируют семь попаданий. Просто колоссальный уже перевес над своим соперником. Сергею сейчас явно не позавидуешь в плане психологии. Все больше и больше давления на него. И все меньше и меньше остается у нас подходов до конца этого лэга. И неужели это будет конец матча? Тщательно старается подготовиться к каждому броску Сергей. Первый мимо. Зато второй в утроении. И еще один прямо под проволоку кладет Сергей. Естественно есть от чего расстроиться. Отставание уже пять очков. И по-прежнему у Щекалева подход в запасе. Отскакивает оперение. И плюс три еще. Плюс пять вернее. Оговорился потому что есть утроение от Щекалева. Классно просто сейчас играет Эдуард. На камеру фактически работает. Чтобы порадовать не только себя замечательным денежным призом. Но и вас зрителей нашего канала. Плюс семь. И еще дополнительный подход. Сейчас просто держать сектор. И будет сразу плюс десять очков. И всего три подхода до конца этого лэга. А возможно и как уже скорее всего целого матча. Действительно демонстрирует нам стабильный подход Эдуард. Проверяет все ли правильно зафиксировал судья на мишени. Это я напомню Сергей Карелин. Тоже один из сильнейших игроков НДЛ. Сегодня решил отдохнуть от финала. Ну как решил. Помог ему все таки в этом Эдуард. В таком решении. Уже как-то по-моему начинает слегка вольно кидать Эдуард. Как бы не наказал его за это решение. Его соперник. 23 на 31. И остался у нас дорогие друзья. Последний подход. Нужно девять попаданий. Просто фантастическое. Нужно метко сейчас продемонстрировать. Чтобы нам продемонстрировал Сергей Озеров. Почему нет? 180 он уже выбрасывал. Осталось выбросить 171. Причем не просто 171. А в финале турнира пятый элемент. Все дорогие друзья. Первый дротик. Брошенный мимо утроения. Озеров и Сергей. Сергей снова говорит нам о том, что досрочную победу в этом лэге. И как следствие во всем матче одерживает Щеколев Эдуард. Уже технические бросоки. Все равно не промахивается мимо утраения. Даже два утраения. Добивает. Просто действительно. Вот теперь уж точно. Гвоздь в крышку укропа. Естественно мы все это говорим чисто фигурально. Поздравляет Сергей своего напарника. Поздравляет его главный судья. И также заслуженные аплодисменты от всех зрителей этого матча. Ну что и у нас естественно тут же последует мгновенное награждение одного единственного победителя этого турнира. Небольший у нас фотосессион. Все здесь. Никита, Стас, Гена, да. Вся четверка. Тоже среди болельщиков мы можем наблюдать как и у Сергея сын болел за него, за его игру. И так и у Эдуарда. Сразу двое его болельщиков. Матвей и Максим также болели за Эдуардом. Наконец-то вручает Дмитрий Горбунов, организатор турнира этого, заслуженную награду этому победителю. 5 тысяч рублей. Благополучно. Ложатся в бюджет Чикалева и Эдуарда. Что сказать. Действительно великолепная игра. Продемонстрировал нам этот игрок. И наверняка это не последний такой хороший матч, выданный этим игроком. Естественно, будущие матчи также будут на нашем канале. А на сегодня все, друзья. Adios amigos. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому!